В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Часть жителей Ленинского городского округа отдали свои голоса за кандидатов на должность депутатов в Совет депутатов муниципалитета. В избирательный процесс это то, что формирует наше будущее. Нам же не все равно, кто будет принимать решения. Голубое топливо стало доступно жителям деревни Лопатина по программе «Социальная газификация». Пришли люди, сказали, что по президентской программе проводят, вот пожалуйста. В Видном прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Части жителей Ленинского городского округа отдали свои голоса за кандидатов на должность депутатов в Совет депутатов муниципалитета. Выборы прошли на избирательных участках под номерами 1, 24 и 29. Ранее народные избранники на этих территориях, а именно Земфира Морозова, Светлана Смирнова и Павел Грудинин, сложили свои полномочия. Продолжит тему Максим Козлов. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук проинспектировал работу избирательных комиссий и пообщался с их председателями, гражданами и наблюдателями. Его сопровождали представители Ленинского отделения партии. В Центральной библиотеке проходило голосование по округу номер 29. Избирательный процесс – это то, что формирует наше будущее. Нам же не все равно, кто будет принимать решения, как будет развиваться городской округ. Поэтому важно, чтобы люди имели возможность, а у них такая возможность есть, прийти и отдать голос за своего кандидата. Избирательные участки открылись в 8 утра накануне дня выборов. Видным отмечали день города и Ленинского округа. Праздничная программа продлилась допоздна. Тем не менее, те, кто стремился отдать свой голос за того или иного кандидата, потянулись с самого утра. Хотя традиционно основной наплыв граждан происходит во второй половине дня. Ждем, ждем во второй половине дня. То есть после вот сейчас пообедают и к нам. Вы готовы? Мы готовы. Все готовы. Все так тихо, спокойно. Все хорошо. Настроение у всех хорошее. Избиратели приходят с хорошим настроением. Владимир Жук также посетил избирательный участок номер 24. Он расположился в здании Видновской детской школы искусств. Здесь также уже с утра начали приходить люди. Об этом рассказала председатель УИК Людмила Лернова. Явка неплохая, люди активные. Сегодня воскресенье погода хорошая, ноги на даче. Я надеюсь, что после обеда проснутся детишки, люди вернутся с дачи, придут. Плюс гулять пойдут, зайдут. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и местные жители в беседе с Владимиром Жуком отмечали высокий уровень подготовки к выборам. Все устроено так, что и работать, и голосовать было максимально комфортно. Я вижу, что процесс организован хорошо, организованно. В штатном режиме все проходит, все спокойно. Наблюдатель работает, УИК на своих местах. Правопорядок на очень высоком уровне. То есть никаких эксцессов нет. Поэтому ждем результаты, за кого отдали свой голос жители Ленинского городского округа. По словам председателя ТИК города Видно Ирины Купцовой, все шесть участковых избирательных комиссий закрылись своевременно в 8 вечера. В настоящий момент идет подсчет голосов. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На территории Ленинского городского округа открыто и функционируют уже 7 центров образования, естественно-научной и технологической направленности. Своя точка роста появилась и в Лопатинской средней школе. Наш корреспондент Галина Житкова побывала на мастер-классах в кабинетах химии, биологии и физики. Седьмая по Ленинскому городскому округу образовательная территория естественно-научной и технологической направленности открылась в Лопатинской школе. Свою точку роста в этом учебном году смогут найти и любознательные мальчишки и девчонки уже с пятого класса. Нам нужны и медики, нам нужны и химики, нам нужны биологи, нам нужны люди, которые будут поднимать наше российское производство. И поэтому мне кажется, что точки роста это тот самый старт, который возможно потом даст какие-то плоды спустя, ну я не знаю, какое-то время. И это будут очень качественные специалисты, которые будут помогать в развитии экономики. По задумке автора федерального проекта, современная школа с открытием таких научных пространств, учащиеся всех сельских учебных заведений получают новые возможности для развития роста. Поставлено цифровое оборудование по таким предметным областям, как физика, химия, биология, робототехника. И я уверена, что это даст мощнейший стимул и для педагога, и для детей в более серьезном изучении этих предметов, ну и, конечно же, в проектной деятельности. После торжественного открытия почетных гостей, родителей, преподавателей и учеников школы пригласили на мастер-классы, что проходили в трех профильных кабинетах химии, биологии и физики. Для того, чтобы у нас были точные измерения, мы должны каждый опыт проделать три раза, и тогда у нас получится точное измерение. Председатель родительского комитета Игорь Голобурда с удовольствием послушал все, что рассказывали преподаватели, пообщался с ребятами и оставил свои пожелания на стене в классе биологии. Руководство школы и весь педагогический состав делают все для того, чтобы каждый учащийся в школе реализовал свой потенциал, получил те знания и получив эти знания, нашел себя в жизни. Для ученицы восьмого класса на Астине Федовой открытие было особенно волнительным. Она выступала в качестве ведущей, но для себя интересную информацию найти успела. Я учусь в школе четыре года. Ну, химия у нас новый предмет, но пока интересно. Вообще, очень хочется понять химию. В дальнейшем собираюсь поступать в медицинский вуз, поэтому интересно. За несколько лет, что работает школа, количество учеников выросло в разы. Популярность учебного заведения растет. Родители знают обо всех передовых образовательных методиках, что используются. Теперь к уже существующим основным программам и дополнительным проектам развития добавилось еще одно – новое. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Все больше домовладений в Ленинском округе обеспечиваются газом. Так на днях голубое топливо стало доступно жителям деревни Лопатина. Затем, как проводились завершающие работы, наблюдала наша съемочная группа. Все соединения должны быть плотно закреплены. Газ не любит неаккуратности и небрежности. Это просто опасно. Поэтому сотрудники МОЗ «Облгаза» работу свою выполняют не спеша, проверяя каждый этап. Опрессовка держит, значит, мы делаем сгон, собираем и пускаем газ. А сейчас пойдем, котел подключим, газ продуем и все. Опрессовка – один из самых важных моментов. Для надежности ее проводят двумя способами. В современном – по нолям, видите, ноль. И по старинке – с помощью баллончика с мыльной пеной. Пузыри, детские пузыри пускали, вот так он надувается. Надувается, если… Еще один важный этап – опломбировка счетчика. Никто, кроме сотрудников газовой службы, не может вскрыть прибор. Ну, любой прибор на данный момент опломбируется. Теперь, когда здесь газовая служба появится в следующий раз? Ну, заявочки, как вызовут нас. Отслуживают, да. Там договор с кем на газовое оборудование, техослуживание делается. Ну, и также газовая водопроверка. За работами внимательно наблюдает хозяин дома Олег Родионов. В деревне Лопатина он с семьей живет около шести лет. Пять лет назад попытались сделать глаз, но нам такую сумму выставили, если не соврать, по-моему, два с половиной миллиона. Ну, мы решили, что не надо. У нас был котел дизельный, решили, что и будет котел дизельный. Ну, потом поставили еще электрический к дизельному. А около года назад, когда стартовала социальная газификация, решили воспользоваться президентским проектом. Тем более, что стоимость проведения газа уменьшилась кратно. Пришли люди, сказали, что вот по президентской программе проводят. Вот, пожалуйста, ваши, там, три человека у нас, ну, три наших этих хозяина. Пишите заявление. Мы написали заявление, они пришли, обмерили все. Написали договор и все. Так что мы практически ничем не занимались. На сегодняшний день в Ленинском округе газификация выполнена в 43 населенных пунктах. Газ подведен к трём сам 43 объектам. Всего построено около 11 километров газопровода. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Развлекательная программа, посвященная Дню города, «Видновский край, как русский каравай», была проведена на нескольких площадках. Концерт, конкурсы и викторины для детей и взрослых подготовили сотрудники Дворца культуры. Наша съемочная группа побывала в парке Сосенки на финальной части мероприятий. Главная идея цикла развлекательных мероприятий под названием «Видновский край, как русский каравай» – дружба народов. Ведь в городе проживает много представителей разных национальностей. Это праздник единения, праздник радости, что наш Видновский край дружелюбный, гостеприимный, дружный. И здесь у нас присутствуют национальности, которые проживают на территории нашего Ленинского городского округа. Меня зовут Лия. Мы приехали из Мариэл, город Воск, поддержать группу «Соловушки». Программа была проведена на нескольких площадках в Центральном и Расторгуевском парках, в микрорайоне «Зеленой аллеи», на улице Фокина и в Сосенках. Для жителей разных возрастов в рамках мероприятия были подготовлены веселые конкурсы и игры, интересные викторины, а также всеми любимые песни и танцы. Нам очень понравились танцы. Да, танцы красивые и веселые. Очень сожигательные. Нам очень понравилось. Так бы каждый день. Парк Сосенки – это круто! Местная жительница Наталья Берченко пришла на праздник с дочкой. Шестилетняя Ева выступала на сцене с танцевальным номером «Матрёшки». Девочка три года занимается в ансамбле «Соловушка». Матрёшки, как живые, живые, улыбки всем подряд. Очень понравился праздник сегодня. Дети готовились, дети одели красивые костюмы. Нам очень понравилось. Спасибо большое. Мы здесь живем рядом, очень любим это место, потому что здесь хорошая сцена. Её построили в этом году. Музыкальная программа была насыщенной и разнообразной. Участниками концерта, помимо профессиональных артистов, стали воспитанники творческих кружков Дворца культуры. «Калинка, калинка, калинка моя, саду ягна, малинка, малинка моя». Вася Иваник занимается вокальной студией и рассказывает, что очень ответственно подходит к выбору своего репертуара. «Мы выбираемся вместе и слаженно. То есть, если мне не нравится песня, мы продумаем другие варианты». Изюминкой программы стал каравай. Каждый кусок в завершении праздника был передан представителям территориальных отделов. Заместитель начальника территориального отдела «Видное Центральный» Елена Фёдорова, получив заветный кусок каравая, должна была отнести его к кинотеатру «Искра» в день празднования Дня города, где проходили основные торжества. В «Видном» отметили День города и округа. По традиции праздник начался с утреннего молебна и продлился до позднего вечера. Мероприятия освещались в прямом эфире нашего телеканала. А про самые яркие моменты расскажет Юлия Погасьян. День рождения родного края – один из любимых праздников жителей Ленинского городского округа. В своем поздравительном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, как стремительно муниципалитет развивается и с каждым годом становится комфортнее для людей. Праздничное утро по традиции началось с благодарственного молебна, где присутствовал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Благодарение за то, что мы прошли вот этот вот маленький обрезок по временам человеческой истории, что Господь не оставлял и наш город, и наш край, и жителей нашего края своей милостью и своим благословением. Далее делегация проследовала на Аллею славы, где глава муниципалитета Алексей Спаски, представители администрации, депутатского корпуса и общественных объединений возложили цветы к вечному огню, отдав дань памяти воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны. Трансляцию с возложения зрители телеканала «Видное ТВ» могли наблюдать в прямом эфире. Кульминацией официальной части праздничной программы стало награждение лауреатов и почетного гражданина Ленинского городского округа. Сегодня мы говорим слова благодарности основателям этого города, людям, в честь которых названы улицы, которые устраивали, закладывали его, которые его озеленяли и благоустраивали. Мы говорим слова благодарности ветеранам, которые до сих пор с нами, которые передают традиции и принимают самое активное участие в нашей современной жизни. Мы говорим слова благодарности людям, которые сейчас куют славу и честь этого города. За высокие профессиональные достижения почетное звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа» присвоено. Виктору Николаевичу Голосову, инженеру технического надзора производственной службы теплосеть муниципального унитарного предприятия «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства». Я постараюсь и дальше трудиться, и вносить свой посильный вклад в дело развития нашего предприятия, в дело снабжения жителей нашего округа и города с теплом и горячим водоснабжением. В этом году на советском проезде расположился палаточный городок, где были представлены предприятия, которые успешно трудятся на территории округа. Создают рабочие места, обеспечивают муниципальный бюджет налоговыми выплатами. С достижениями местных предпринимателей ознакомился и глава Алексей Спасский. Параллельно у кинотеатра «Искра» проходила дневная концертная программа, посвященная дню рождения города и округа. Здесь своими выступлениями жителей радовали местные творческие коллективы. А еще множество мастер-классов, творческих и спортивных. Любой гость праздника мог выбрать развлечение по душе. Прямо погода улыбается нашему дню сегодня. Очень здорово, очень красиво. Все занятия для детей мы ходили, рисовали. Внуча разрисована сама. Весело, концерт такой, куклы какие ходят нарядные. Все здорово. Ближе к вечеру праздник переместился на стадион «Металлург». Здесь на огромной сцене выступали именитые артисты. Музыкальные номера гостям подарили Юлия Савичева, группа Чечерина и Сергей Лазарев. Концерт посетило более 12 тысяч человек. Завершился праздничный день по традиции с салютом. Юлия Багасян, Галина Житкова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова